Больше 50 миллионов рублей отдали мошенникам жители Нефтьюганска с начала этого года. По всем фактам возбуждены уголовные дела, а полицейские устанавливают причастных лиц. Правоохранители напоминают, что ни один оператор сотовой связи, банк, интернет-провайдер или полицейский не будет просить перевезти куда-то деньги или взять кредит. С такими просьбами обращаются только мошенники. Один из недавних случаев. 73-летнему нефтьюганцу позвонил неизвестный и представился его бывшим руководителем. Звонивший предупредил, что скоро мужчине позвонят правоохранители с очень важной информацией. Звонок поступил. На другом конце провода были лжеполицейские, которые сообщили гражданину, что сейчас на него пытаются оформить кредит. Пенсионер перевел аферистам 350 тысяч рублей. Затем они убедили его продать автомобиль, который якобы находится в залоге у банка. Вырученные средства мужчина также перевел на неизвестный счет и в сумме потерял почти 2 миллиона рублей. Другая местная жительница планировала приобрести автомобиль, но также стала жертвой мошенников. 38-летняя горожанка хотела купить автомобиль, нашла объявление его о продаже и различными частями перевела мошенникам миллион 400 тысяч рублей. После этого с ней перестали выходить на связь, и она поняла, что в отношении нее было совершено преступление. Субтитры создавал DimaTorzok